Привет, друзья! Знаете, про Казахстан я не планировал делать ничего. Уж кто только не высказался на эту тему. Да, мне понятны процессы, которые там происходят, потому что я с малых лет до окончания средней школы и сейчас периодически жил и учился в Татарстане. По работе часто бывал в Башкирии, других национальных республиках по Волжье. Хорошо знаком с культурой мусульман. А еще я успел застать времена попыток сепарации многих регионов из составов России в 90-х годах. Я застал времена, когда махровый национализм процветал во многих национальных образованиях после глупой, простите, фразы Ельцина «Берите суверенитета сколько хотите». Это записки горожанина. Поехали. Кстати, фразу про суверенитет Ельцин сказал в Татарстане в 1990 году. Он опасался отделения регионов, поэтому был готов на все и вся, обещая этот самый суверенитет. Вот после этой фразы, сказанной Борисом Ельцином, в регионах началась гонка за независимость. А в национальных республиках это еще сказалось и на русских. Об этом и в Казахстане чуть позже. После массовых волнений ситуация в Казахстане нормализовалась. Нормализовывается. С помощью военного контингента ОДКБ. Кстати, миротворцы в течение 10 дней будут выведены из этой республики. Причины и следствия всего, что произошло, оставлю для экспертов и политблогеров. Повторюсь, я даже и не планировал делать что-то на тему событий протестных в Казахстане. Но после выступления президента Казахстана не мог, что называется, пройти мимо. Просто хочу обратить ваше внимание на слова Касыма Жамарта Такаева. Он раскритиковал наследие Назарбаева и анонсировал демократические изменения в стране. Ну давайте вот и так. Что он сказал? При Назарбаеве в Казахстане появилась прослойка прибыльных компаний и очень богатых людей, даже по международным меркам. Накопленные богатства национализируют и начнут забирать в виде взносов в социальный фонд страны для помощи гражданам. Благое начинание. Как вам? Нынешняя система господдержки, по словам Такаева, работает по принципу «друзьям, все остальным по закону». И в принципе это так и есть. И не только в Казахстане. Такаев также отметил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц. Поэтому его деятельность перестроят. Хорошо бы. Как считает Такаев, ключевые выгоды от экономического роста в Казахстане получили олигархи. Они же помешали развитию свободного рынка. Власти, тем временем, оторвались от реальности и не понимали запросов простых людей. В госуправлении наблюдается невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупция, из-за чего общество не доверяет власти. Такаев утверждает, что госслужбу нужно сделать доступной любому казахстанцу, а чиновников, которые просиживают штаны годами в своих кабинетах, необходимо увольнять. Кому в уши вот эти вот слова? Такаев решил, что нынешних заработков чиновникам достаточно и ввел мораторий на повышение зарплат членов правительства, глав регионов и депутатов. Но это же здорово. В дополнение ко всему Такаев признал, что протесты во многом спровоцировали социально-экономические проблемы и провальная работа госорганов. Казалось бы, все верно и очень красиво. А где были глазоньки Такаева до протеста? Такаев прозрел после того, как народ вышел на улицу и погромил все, что под руку попалось. Такаев понял, что и его тоже сметут. И обратился в ОДКБ. А теперь он сделал выводы. Я их перечислил выше. Все по поговорке «новая метла» по-новому метет. Проходили, знаем. Но обратите внимание еще на один момент. Ни слова о русских. Ни слова о России. Интересную, очень интересную подборку сделала журналистка Светлана Пикта. А деятельность Назарбаева, предшественника Такаева, по отношению к русским. Что сделал Нурсултан, когда Казахстан получил суверенитет, независимость по пунктам? Давайте послушаем. Это интересно. Первое. Численность русскоязычного населения в Казахстане упала в два раза. С шести до трех миллионов человек. Второе. До Назарбаева русские составляли больше половины населения Казахстана. Его усилиями их теперь там процентов 20. Ну, чуть побольше. Третье. Назарбаев учредил специальную программу по репарации из соседних стран диких казаков-ораламанов, которые исторически на землях Казахстана последнего века не жили. Не имеют отношения к русской культуре. Специально для того, чтобы увеличить численность казахского населения и снизить процент русского. И для стимулирования национального фактора. Понятное дело. В большинстве своем именно эти казахи и бузили в Алма-Ате. Спасибо Назарбаеву, надо сказать. Рахмат Назарбаев. Четвертое. Назарбаев перенес столицу на север. В земли с преобладающим русским населением, чтобы исключить возможность их возврата в Россию. Пятое. Назарбаев проводил политику переселения казахов с юга Казахстана, пришлых аралманов на север, чтобы размыть русское большинство в южно-сибирских городах. Ранее эти города были русскими процентов на 70-80, а сейчас 40-50 процентов. Шестое. Назарбаев героизировал исторических личностей. Казахских ханов, воровшихся с русской империей и проводивших геноцид русского населения. Это ровно то же самое, что героизация бандеровцев на Украине. Седьмое. Назарбаев провозгласил отказ от кириллицы и переход на латиницу. Неприкрытый плевок в Россию и общее с ней прошлое. Восьмое. Назарбаев неоднократно заявлял о геноциде, гонении, о голодоморе казахов русскими. Он оплевывал и Российскую империю, и Советский Союз. То же самое, что было на Украине. Девятое. Назарбаев отдал страну в концессию иностранцам. Кому угодно, только не Россия. Присутствие российских компаний в казахской нефтянке минимально. Десятое. В казахский уран Россия вошла через американцев. Купив у них уранюм-1, протушки казахи России не пускали. Одиннадцатое. В состав Евразес Казахстан вошел с надеждой стать его финансовым центром. Назарбаев агитировал за то, чтобы он был в Астане, а не в Москве. Нормальная амбиция, не правда ли? А с какой-то радостью вообще это должно быть. Двенадцатое. В 2014 году на саммите по подписанию документов о создании Евразес именно по требованию Назарбаева из итогового документа в последний момент был исключен пункт о политической интеграции, оставив Евразес только экономическое наполнение. Напомню, что в этот самый момент Россия была в прямой схватке с Западом из-за событий на Украине и в Крыму. Но это был неприкрытый удар в спину Путина. Тринадцатое. Назарбаев имеет теснейшие связи с Лондоном. Там живут две его жены с детьми и там его деньги. Справедливости ради надо отметить, что жена нынешнего президента имеет гражданство России. И здесь же имеет коттеджик. Четырнадцатое. Назарбаев сделал своим советником Тони Блэра, бывшего британского премьер-министра. Пятнадцатое. Назарбаев ввел в Казахстане британское судебное право и Третьейский суд. Шестнадцатое. При Назарбаеве Казахстан на своей территории проводил совместные учения с НАТО. Да, будучи при этом союзником России по ОДКБ. Причем численность участвующих в совместных учениях с НАТО казахской стороны была больше, чем на учениях ОДКБ. И, наконец, семнадцатое. Пустил козла в огород. Назарбаев дал разрешение американцам на строительство на территории Казахстана биолабораторий, занимающихся, ну, конечно же, занимающихся исключительно гуманитарными исследованиями в интересах всего человечества. У России в подбрюшье. Ага. Так кто после всего этого нужен? Нурсултан Назарбаев. Может быть, он друг России? А может быть, это антирусский, казахский националист, который всю свою жизнь проводил политику постепенного отдаления Казахстана от России и русской культуры, этноцида и выдавливания из родных мест русского населения? Вопрос риторический. И сможет ли Такаев пойти другим путем? Время покажет. Это были записки горожанина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии на эту тему. До новых встреч!